Во Дворце культуры лучшие мастера рукоделия города показали свои работы. Подробности смотрите далее. В фойе Дворца культуры открылся удивительный мир, где глаза радуют плоды вдохновения талантливых и умелых мастеров. Неповторимые уникальные работы, где приветствуется талант, царят креативные идеи, встречаются и общаются люди, влюбленные в творчество. Экспозиция выставки «Безграничный мир новинок рукоделия и хобби». Гости и посетители нашли здесь множество красивых сувениров. Здесь представлены и лоскутное шитье, вышивка, вязание, бисероплетение, открытки и многое другое. Изделия из бересты занимали важное место в народных промыслах. Из нее изготавливали игрушки, посуду, лапти, использовали для берестяных грамот, делали лодки, применяли в строительстве как гидроизоляцию. В настоящее время бересту используют для изготовления сувениров, украшений, посуды, различных корзин. Александр Викторович занимается обработкой бересты уже много лет. В лес идешь, берешь, обдираешь ее, это июнь месяц у нас обдирается хорошо, набираешь бересту и облагораживаешь ее, начинаешь работать. Из бересты изготавливается разнообразная посуда, лукошки, корзинки, солонки, подноса, блюда, кружки. В берестяных изделиях даже в жару не портятся молочные продукты. Береста как антисептик, любые продукты можно. Можно это, как его, как шкатулку держать, а можно и продукты держать. Раньше, на нацелетах, не в таких коробках, конечно, но красиво, а изделий из бересты, даже чай варили. Во Дворце культуры с 2012 года работает коллектив национального декоративно-прикладного искусства «Берестяные кружева». Светлана Евгеньевна рассказала о работе студии. В нашей студии мы занимаемся различными видами декоративно-прикладного творчества. Это и шитье тапочек, вот видите, богатый ассортимент. Занимаемся вышивкой, изготовлением различных украшений. В частности, в этих украшениях использованы рыбьи кости. Ну и, естественно, занимаемся, работаем с берестой. Как сейчас Александр Викторович сказал, береста очень замечательный материал, он очень пластичный. Он имеет многочисленное количество слоев, и каждый из этих слоев имеет свою структуру, свою окраску. То есть работа с ним очень интересна и очень занимательна. Также мы работаем, сотрудничаем со школами. В прошлом году мы проводили выставку уже работ детей, учащихся девятой школы. То есть у нас дети работают с удовольствием, им очень это нравится. Ну, так же, как и взрослые. Вот пытаемся возродить национальный прогноз. Плетение – один из очень интересных видов народного искусства. Для плетения берут различные материалы – сосновый, еловый, корень прутья, лозы и уже знакомую нам бересту. Чего только из них не делают. Всевозможные корзины, короба, игрушки, посуду и даже мебель. Но, оказывается, для плетения можно использовать и простую бумагу. В последнее время плетение из бумаги уютных вещей для своего дома привлекает все больше желающих. Я занимаюсь плетением из бумажной лозы, корзинки, шкатулки, всевозможные интерьерные украшения. Занимаюсь этим не так давно. Ну, в общем-то, что-то стало получаться. Поэтому второй раз участвую в этой ярмарке мастеров города Амурска. Мне очень нравится. В общем-то, занятие такое, что увлекает. Плетение из бумажной лозы – это, пожалуй, один из самых дешевых и приятных видов рукоделия. В большинстве домов рано или поздно скапливается немало старых газет. Из этих газет всегда можно сделать много красивых вещей, которые к тому же могут пригодиться в хозяйстве. Это и разнообразные корзины, подносы, шкатулки, многое-многое другое. А различные техники помогают очень симпатично украсить вашу работу. Использован декупаж на картонной основе, значит, салфетка. Обычная салфеточка, она сбрызгивается водой, наносится на картоночку, сверху наносится лак, клей, пывра, потом лак прослушивается, еще несколько раз лачится. И получается вот такая вот картинка, достаточно симпатичная собачка. Техника плетения такая же, как и из обычной лозы, только бумажную лозу быстрее сделать. Используется обычная потребительская бумага, желательно тоненькая. Вот эта вот принтерная, она очень толстая, крутится на спицу вот таким вот образом, да, подклеивается. Спица убирается, затем она, значит, плетется изделие какое-то на форме. Я плету по формам, поскольку еще опыта достаточно нет такого. И уже изделие готовое, грунтуется, лаком покрывается, просушивается. И можно использовать в быту, даже в ванной комнате. Рукоделие – это особый вид творчества, который дает безграничные возможности для самореализации. Это полет фантазии, отдыха и одновременно труд. Каждая вещь, сделанная своими руками, несет в себе частичку тепла и уюта.